Где-то минут 49 примерно. 7.49 примерно. Не знаю, сейчас скажу. 50. 7.50. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok тьмы. Сам, Владыка Человека Люкче, приими и нас грешным благодарствами всей монетной молитвы, избавь нас от всякого всехубительного и мрачного прегрешения, и всех разлобить и нас, ищущих видимых и невидимых враг. Приглади страху Твою плоти наше, и не уклони сердец наше, нарисая ее по мышлению указстве, но любовью Твою изви души наше, дай к Тебе всегда взядающий, и ежем от Тебя и светом наставляем, и Тебе не приступуя без нас, ищущих гряще света, и не пристанно Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, среди народным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и желтворящим Твоим Духом, ныне и пристанно, и во веки веков, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Брати, слава и честь, и мир, всякому делающему доброе, во-первых, к Идею, потом к Идею, ибо нет ли цитриятия у Бога, те, которые не имея закона, согрешили, внезаконные погибли, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но и исполнители закона оправданных будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законы и делают, то не имея закона, они сами себе законы. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другой. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и обличемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированию и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и завистью. Но обретитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попеченье от плоти не превращайте в похоти. В немощном вере принимайте беспород о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощное есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого на банке? Пред Своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, и босилен Бог восставить его. Иисус Христа и Господи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог за меня течением и покорил люди под меня. И ты от врача правил вышника речишься. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прямо возраст просим, услышимся так, Евангелие. Мир всем, мир всем. Мир всем, мир всем. В атмосфере святого гребангле и стене. Смотова, мир всем, святого гребангле и стене. Вон, мир. Проходя во грязь море Городейского, ловил двух братьев. Симона называем Петром Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за мной, и я сделаю вас там сами человеками. И они, отчаян, создали все эти, последовали за ним. Оттуда идет далее, увидел он другим. Бог братьев, как его заведели, Иоанна, брата его. В лодке с заведением отцов их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, отчаян, составили лодку и отца, последовали за ним. И ходил Иисус во всей Кавелле, и учащий на глухих, и по победе Евангелия Царства, и исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в мире. И прошел один шут по всей Сирии, и приводил к нему все эти мощных, одержимых различными болезнями, припадками, тестоваток, гаммальских и рассудья. И он исцелял их. Как уже многие начали создавлять поискование совершенно известных между нами событий, как передали нам пробычи с самого начала очевидцами и служителями слова, «Руселился мне по тщательным исследованием всего сначала по порядку описать себе достопотчетный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, которое был доставлен. Бонни Ирода, царя Евгейска, был священник из Агрии Цереды именем Захария, и жена его из рода Ааролова имя Елисавета. Ибо она была праведна, ибо они были праведны пред Богом. Поступаем по всем заповедям и усаму Господним и Спородимым. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были и так предлодны. «Однажды, когда он в порядке своей церкви служил пред Богом по деревьям, как и покровенно был у священников, досталось ему пойти в храм Господень до кождений, и все множество народа молилось вне во время кождений. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правой форме зерканика Хабидова, Захарий у него смутился, и страх напал на него. А ангел же сказал, не бойся, Захарий, ибо услышана молитва твоей женатой и совета родить тебе сына, речевшим имя Иоанн, имя Хаби. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет юрить пред Господом, и будет пить вина и секера. Иду-ка, святай, господи, 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 матери своей, и многих и сынов Израиля, господи, господи, Бог у них. И приди, приди ту дочь и сею Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям, и покорируем образ мысли праведника, когда мы представим Господу народ приготовленный. И сказал Захарий ангелам, ангел, почему я знаю это? Ибо я старая, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему ответ, я говорю Иву, предстоящую пред Богом, и Господь говорит с тобой, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверен в слова Мои, которые сбудутся в свое время. Безутем народ ожидал Захарий и делился, что он в медведь в храме. Он же видел, и мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался небо. Когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После этих дней за тела и зацелена жена ему не таилась пять месяцев и говорила. Так сотворил мне Господь в Адисии, в которой призернул я, чтобы снять с меня поножение между людьми. И за вечер настало время родить, и она родила сын. И услышали соседние родственники ее, что возбилищен Господь милый свой над ней и радовались с ним. В восьмой день пришли обрезать плоденца и хотели назвать его по имени отца его Захария. Но это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанн. И сказали ей, никого нет в родственнице твоем, кто назывался Василь Димеевич. И спрашивали знаками и обца, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку, написал Иоанн, имя его. И все удивились. И тотчас разрешились, заустаивая язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом, во всей Нагорной стране и в Великой. Все люди, которые положили это на сердце своего, говорили, что будет плоденец сеть. Рука Господня была с ним. И Захария, Отец его, исполнится Святого Духа, и Пророчество, говоря, благословил Господь Бога Израилем, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, навечешься пророком Чернишевого, и не с предлицом Господа приготовить пути к нему. Младенец, который возрастал уже, как пророковый, был в пустыне, дадя явление своего израилю. Младенец, который возрастал уже, как пророком Чернишевого, и не с предлицом Господа приготовить пути к нему. С quiero на младенец, пока пророком Чернишевого, который посетил народ свой и吸ил народ свой и останется. История Семеновича Слава Богу! 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Труждаясь весь день в учении и благотворении, большую часть ночи он посвящал уединенной молитве к отцу своему, а в последнюю ночь пребывания своего на земле молился до грубного пота. Нам вменяется в обязанность, чтобы мы помогали нуждам других, отъемли у самих себя, разделялись с неимущими, терпя сходы, и готовы были утешать страждущих, оставляя попечение самих себе, спешили со своей помощью к нуждающимся в ней. Он не так ли поступал сам, вначале спасительного суда Господь Иисусу Закистос? Не имея сам, где главы преклонить, Он благодетельствовал несчастным, призывал к упокоению труждающихся обремененных, утешал плачущих, впитал алчущих, исцелял болящих и страждущих, и не хотел вкушать пищей прежде, нежели сотворить дело милосердия и любви. Что же мы были бы за последователи Крестовы, если бы не подражали примеру Его милосердия, любви и сострадания к ближнему? И как можем называться сынами Всевышнего, если не будем милосердны, як Отец наш, Небесный Милосерд, есть? Нам заповедуется переносить все скорби, нападки и бедствия с благодушками и покорностью воли Божьей, прощать своим ближним все их оскорбления и обиды, все нарекания, осуждения, постоянные углубления людей, как о мыслях, преданных миру, что особенно тяжело и горько нашему самолюбию. Вспомните, сколько горений на пасти, сколько наградов и оскорблений, измен и коварств, сколько мучений и страданий претерпел Господь наш Иисус Христос. От тварей своих, которых пришел он спасти и облаженствовать, за которых благоизволил пролить кровь свою и положить в свою душу. И, несмотря на то, не приставал называть другом своего предателя в самую минуту его коварного ловзания, плакать и оскорбить о народе, и спросившим его на смерть, молиться за тех, которые распинали его на кресте. Так рада нам на предлежащий нам подвиг, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, который вместо подлежащей ему почести претерпел крест, срамотур, срамот нерадив, а десну уже в престолу Божий седя. Что же может быть утешительнее и надежнее, как идти вслед самого Господа славы? За маловременные наши скорби, за наше малое увлажнение ему, за кратковременное терпение молиме его, смотрите, какую славу и какое блаженство готовил он в любящем его. Отче так молился по Натуйской. И ожидал, если мне, хочу дарить и держишь здесь у Асси, идти будут со мною, да видят славу мою, юже имея у тебя прежде начало мира. Иоанн, если на сроке шли. Таково преимущество трудного и прискорбанного пути Христова. Аминь. Состоятель проповедник Дмитрий Архиеписков Херсонский. 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 Там я говорю, там разбойник из Петра, помяни на Господа в Осадстве, там донесут его в осуждение, будет им причащение, причащие цитаты, составлены грехов к их и в честь вечную. Аминь. Продолжение следует... 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 Апостол и Святаго Претещи, Креститель Господи Иоанна, Его за их память ныне совершает, святых праведных Бога Отец и Иоанна, и всех святых помилует и спасет нас, яко благо и человек любит. Продолжение из беседы святителя Назотому Саун на Евангелие от Матфея «Ведущие Мои плоти, Переющие Моя кровь прибывают во Мне, Я в Нем» Иоанна 6.57 Итак, чтобы не любовью только, но и самым делом быть нам членами плоти Христовой, будем причащаться этой плоти. А это бывает через нашу, а это бывает через пищу, которую Христос даровал, чтобы выразить Свою великую любовь к нам. Для того Он смешал Самого Себя с нами и растворил Тело Своё в нас. Чтобы мы составили лес все единое, как тело, соединённое с головой. И это знак самосильной любви. На это указывает и Иов, когда говорил о Своих домочадцах, которые так сильно любили Его, что желали срастись с Его плотью. Кто бы дал нам насытиться плотью Его? Иов в 31-й главах. Так говорили они, желая выразить Свою любовь, великую любовь к Нему. С этой же целью так поступил и Христос. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнём, сразу же дьявола, помышляя о нашей любове и о той любви, какую Он показал к нам. Часто родители отдают детей своих на исправление другим. А я говорю, спасите, не так. Но питаю вас своей плотью, самого себя предлагаю вам, желаю, чтобы все вы были благодарны, благородны и подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом. Я ради вас приобщился плоти и крови. И эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, я опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид светучий и царский. Рождает красоту неизобразимую. Не дает увядать благородство души, непристанно напаяя ее и питает. Наша кровь, образующая из пищи, не вдруг становится кровью. Но сначала бывает чем-то другим. А эта кровь не так. Но сначала напаяет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта кровь достойно принимаемая. Отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов. Демонов призывается к нам ангелов и владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь. А ангелы туда стекаются. Прореза на кресте эта кровь омыла всю вселенную. Страшный поистине таинство церкви. Страшен поистину поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливавший чувственные реки. От этой же страпезы происходит источник, изводящий реки духовные. При этом источники насадены не ивы бесплодные, но дерево, достигающее до самого неба и приносящее плод всегда вспелый и никогда не умидающий. Если кто томится от зноя, пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар. Потому что этот источник уничтожает засуху и освежает все попаленное. Попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Его начало свыше. И истоки вот там же. И оттуда он напоевается. У этого источника много потоков, которые изводят утешить и посредника, при этом бывает сын посредника. Не заступом, пролагая им дорогу, но отверзая в нас расположение. Этот источник есть источник света, изливающий лучи истины. Точно такое же еще гораздо большее действие производит и здесь на душу предлежавшие тайны. Семья огня кипят и стремятся эти католика, но не сжигает, а только защищает все, чего касается. Это кровь. Древня была проразована на жертвенниках в заклане, определенных законам. Она есть сына вселенной. Ею Христос купил церковь. Ею он всю ее украшен. Как тот, кто покупает слуг, дает за них золото и потому желая их украшить, украшает золотом так и Христос. Христос купил нас кровью и украсил кровью. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с ангелами, органгелами и горними силами, обреченные в царскую одежду Христову и имеют духовное оружие. Но этим еще не сказал ничего великого. Они бывают обречены и в самого царя. Но насколько велико и чудно это таинство, насколько верно и то, что если приступишь к нему с чистой совестью, присутишь во спасение, если же с совестью лукавую, наказание и мучение одни. Идем. Идем. Субтитры сделал DimaTorzok